Эфир телеканала Россия 24 продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова добрый вечер и коротко о главных итогах уходящего дня. Цены меняются, но тревога ни к чему. Общественники провели очередной рейд по продуктовым магазинам Ульяновска. Коробки потяжелели, протнаборы школьникам из малообеспеченных семей выдали еще на 14 дней. Память о героях останется в сети. Ульяновцам предлагают снять видеоролики ко Дню Победы. За сутки в регионе 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого с начала пандемии в области официально 104 случая. Два человека выздоровели, один умер. Накануне вечером глава Димитровграда Богдан Павленко опубликовал в соцсетях информацию. Вчера официально подтвердился диагноз COVID-19 у одного Димитровградца, который приехал 30 марта из Москвы. Все это время мужчина находился на самоизоляции. Первичный положительный результат дал и тест его дочери. Результаты других членов семьи пока отрицательны, но все они находятся на изоляции под наблюдением. Кроме того, первичный положительный диагноз показал также тест у больной пневмонии, которая обратилась за медпомощью в клиническую больницу номер 172 ФМБА России. Эта пациентка цыганской национальности вчера самовольно покинула лечебное учреждение, но была доставлена обратно полицией. И сегодня стало известно, что в Ульяновске оштрафовали мужчину за распространение неправдоподобной информации в социальных сетях. Полицейские составили протокол на жителя Заволжского района, который опубликовал, что в ЦГКБ госпитализировано 60 военнослужащих ВДВ, и семь из них умерли. Эта информация не соответствует действительности. Ульяновца ждет штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Выросла цена на лук и подсолнечное масло, а на сыр, наоборот, снизилась. Представители Общероссийского народного фронта повторно сходили в рейд по магазинам, чтобы узнать, как меняются цены на социально значимые продукты, и не пора ли бить тревогу. В народном контроле поучаствовала и наша съемочная группа. Мы видим, что на прошлой неделе стоимость была 29 рублей, а на сегодняшний день составляет 45 рублей. Вот такой резкий скачок постиг цену на лук. На 16 рублей выросла стоимость репчатого всего за одну неделю. Для нас самое важное, чтобы не повышалась цена на социально значимые продукты. Молоко, мука, сахар, подсолнечное масло, сливочное масло. Горожане по-разному относятся к тратам на продукты. Кто-то замечает, каждый дополнительно оплаченный рубль, кому-то важнее, что продукты в принципе есть в изобилии. Картошку отбрала, и вроде 22 нас, потом через день пришла уже 23. Ну растут, конечно, цены. Во всех магазинах, мне кажется, растут. Меня, если честно, это не особо волнует. Почему? Заработок есть, цены не волнуют. Самое главное, что продукты есть, остальное не важно. Что касается детского питания, цены выросли. На бананы выросли цены, на апельсины подешевели. На хлеб, в принципе, цены такие же. Ну что, молоко тоже цены такие же, на кефир, молочка в основном. Магазины шаговой доступности народники проверяют по всей стране. Каждую неделю они отмечают колебания цен в ту или другую сторону. И если снижение цены может просто порадовать, то повышение уже грозит поставщикам санкциями. Мы фиксируем каждый продукт на фото, отправляем в Москву, в бюро расследований Общероссийского народного фронта, где анализируют уже эту информацию и отправляют антимонопольную службу. По результатам этого анализа уже в антимонопольной службе могут сделать вывод о значительном завышении цен и могут оштрафовать ту или иную торговую сеть до 5% их оборота за год. После череды рейдов будет составлена наглядная карта доступности продуктов питания и цен на них. Активисты ОНФ обещают мониторить ситуацию в течение всего периода пандемии коронавируса. Ирина Силкина, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. В Ульяновской области продолжают выдавать продуктовые наборы школьникам из малообеспеченных семей. Сегодня в коррекционных учебных заведениях выдавали пайки родителям воспитанников во второй раз. В 92-й коррекционной школе они заметно потяжелели. Их вес рассчитали на большее количество дней, нежели в первых наборах. Хотя менее вкусными от этого пайки не стали. В них есть макароны, рыбные консервы, чай с какао. Не забыли и про соки с фруктами, плюс сгущенка. Стоимость одного набора – 720 рублей. Вот сейчас мы получили набор на две недели. Вот два пайка. Сейчас понесу две сумочки. Ой, сейчас скажут дома, ой, баба что принесла. У нас нет со стороны родителей никаких претензий. Есть слова благодарности. И дети, как малые дети, радуются сгущенки, радуются с пряником, радуются с какао. Но дети есть дети. Напомню, в связи с неблагоприятной ситуацией учебный процесс перевели на дистанционные рельсы. В области конвертировали школьное горячее питание для особенных детей и детей из малообеспеченных и многодетных семей в продуктовые наборы. Сама услуга финансируется из муниципальных бюджетов. А если учреждение – областное, то из региональной казны. Мы в течение двух недель с рядом муниципальных образований отрабатывали в том, чтобы ассортимент улучшился, чтобы качество продуктов, чтобы норма, так скажем, потребления тоже была отработана. К нам, к министерству образования, подключился министерство Минсельхоз со своей помощью и с помощью производителей на территории Ульянской области. Это дало возможность усилить школьные наборы другими продуктами. На данный момент их объем позволяет полноценно питаться школьникам один или два раза в день. Меньше месяца осталось до знаменательного для всех россиян события – Дня Победы. Правда, в этом году режим самоизоляции, возможно, внесет коррективы в привычное празднование. Город к 9 мая украсит, но массовые мероприятия, скорее всего, придется отложить. Я думаю, что за горизонтом 30 апреля меры, связанные с ужесточением ситуации, по контролю, по профилактике, будут усиливать. Май месяц – это не тот месяц, когда, так сказать, все отменяется и все возвращается к обычной жизни. Поэтому даже не мечтаю. Впрочем, некоторые мероприятия все же получится провести в онлайн-формате. Сейчас есть два интернет-проекта, в которых может принять участие каждый. Например, записать небольшой видеоролик, не превышающий 90 секунд. В нем нужно рассказать о своих великих родственниках – ветеранах войны и тружениках тыла. Или о знаменитых уроженцах Ульяновской области, героях Советского Союза. Тех, чьи имена вы хотели бы увековечить. Прислать ролик нужно на почту, указанную на экране. Организаторы смонтируют его сами, а сам проект получил название «Памяти героев». Нам нужна информация о виде ролика, кто о нем рассказывает, какую организацию он представляет. Следующий проект, который мы реализуем – это «Сад памяти». Он изначально подразумевал массовые высадки, но так как в данном режиме мы не можем собирать людей в таком формате и в таком количестве, предложение от нас – это можно посадить «Сад памяти» у себя на участке, во дворе, и, собственно, выложить селфи в соцсети с хэштегом «Сад памяти дома». Режим повышенной готовности в Ульяновской области стал жестче. Въезд из соседних регионов разрешен только при последующей самоизоляции или отрицательного теста на коронавирус. За обязательное ношение масок в магазинах теперь отвечают предприниматели. Какие еще есть нововведения, сегодня в программе «Тема дня» расскажет Алексей Преображенский, начальник государственно-правового управления администрации губернатора Ульяновской области. И на этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление будет ночью падать, днем расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 3 до 2 градусов тепла. В Ульяновске около нуля. Завтра днем по области от 7 до 12 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 9, плюс 11. Субтитры подогнал «Симон»!